Контроль за соблюдением кассовой дисциплины Контроль за соблюдением кассовой дисциплины был возложен на банки уже давно исторически. Фактически данный функционал перешел от госбанков. Когда появились коммерческие банки, данный функционал было некому отдать, налоговая служба не могла его взять, и это возложили на коммерческие банки. Банки в любом случае, даже если они не занимаются сейчас контролем соблюдения кассовой дисциплины, они отслеживают сомнительность всех операций, и в случае, если клиент проводит некие сомнительные операции, в том числе с наличными денежными средствами, банк обязательно обращает на это внимание и сообщает в службу Росфинмониторинга. Более того, постановка вопроса о том, что отменяя статью 15.2 Кодекса об административных правонарушениях, банки с банков снимают соответственность, ни в коем случае не правомерно такое утверждение, потому что есть статья 15.27, и она предполагает даже более жесткие определенные меры к банкам, если они не будут выполнять требования по контролю за операциями своих клиентов. Сказать, что контроль за потоком исходящих денежных средств ввиду отмененной статьи 15.2 Кодекса об административных нарушениях на сегодняшний день отсутствует, по моему мнению, нельзя. В принципе, передача этих полномочий налоговой инспекции, на мой взгляд, логично и соответствует тем действиям, которые у нас законодатель принимает уже последние несколько лет. Предсказать последствия решения нашего законодателя довольно сложно, поскольку, на мой взгляд, и раньше контроль, который осуществляла у нас банковская система, являлся недостаточно полным ввиду того, что для банков это означало несение дополнительных расходов, которые никаким образом государством не компенсировались. Продолжение следует...